Магазины, торговые центры, общественный транспорт. Места массового скопления людей, где для личной же безопасности необходимо носить маски. Для многих использование индивидуальных средств защиты стало обыденным делом, а для других, мягко говоря, поднадоевшим. Некоторые в принципе не видят никакого смысла в соблюдении мер безопасности. И зря, отмечают специалисты. Ведь следование указанным правилом совместно с вакцинацией даст положительный результат. На самовакцинацию и на формирование иммунной прослойки населения необходимо время. И поэтому именно сейчас важно соблюдать меры предосторожности, направленные на профилактику инфекции. Очень важно сократить свои необязательные контакты, соблюдать социальное дистанцирование, соблюдать масочный режим в общественных местах. Ну и, конечно, не забывать о том, что необходимо почаще мыть руки и соблюдать правила личной гигиены. Выполнение этих простых требований дает хороший результат. Мы уже наблюдаем снижение уровня заболеваемости. Чтобы узнать у самих гамильчан, как они относятся к принимаемым мерам борьбы с пандемией, мы провели опрос на улицах города. К маскам я отношусь очень хорошо. Вначале было непривычно. Все эти маски казалось что-то не наше, не местное, не русское. А сейчас уже все. Я ношу маску в транспорте, когда куда-то захожу. В нашей семье все соблюдают масочный режим. Мы носим маски в общественных местах. Это в транспорте, в магазинах, в банках, аптеках. Также заводим детей в детский сад тоже в масках. И забираем их в масках. И спасибо нашим воспитателям. Они тоже. У них масочный режим. Они тоже соблюдают его. Вместе с врачом-гигиенистом Инной Бардадын отправляемся в продуктовый магазин. Помимо сотрудников, большинство посетителей также в масках. Я отношусь к масочному режиму положительно. И придерживаемся этого. И дома. Стараемся меньше общаться. Конечно, целый день по 14 часов сидеть в масках, оно немножко напряжено. Ну что делать? Надо, значит надо. В одном из торговых центров примерно такая же ситуация. Как продавцы, так и покупатели преимущественно в масках. Некоторые отмечают, что после первой волны коронавируса немного расслабились. Перестали обрабатывать вещи и покупки, которые приносили домой из магазинов. Во многих странах за нарушение масочного режима предусмотрен штраф. Например, в Италии, где ситуация с ковид непростая, административное взыскание от 600 евро. Ношение масок обязательно. То есть маски носят все без исключения. Я, например, не вижу, никогда мне не встречались люди в последнее время, которые не носили бы маски. Если еще в первую волну пандемии можно было встретить кого-то там без масок, то сейчас нет, это уже на автомате. Даже вынести мусор нужно одеть маску. Вот. И за не ношение масок штрафуют, дают штраф. Москвич с гомельскими корнями Никита Лобушняк специально для нас провел рейд в одном из торговых центров столицы. В некоторых торговых центрах даже меряют температуру на вход посетителей. Ну, как вы можете обратить внимание, все ходят в масках в кафе, на самом деле можно находиться без маски. Ну, то есть ты все равно сидишь и ешь, то есть... Ну, в случае, во всех фудпортах все ходят без маски. Но в некоторых, на самом деле, если мы берем не Москву, а регионы, то там, если ты сидишь за столом, то ты можешь есть без маски. Но если ты встал в туалет, то ты должен ее тоже одеть, чтобы пройтись. В Белоруссии для населения масочный режим носит рекомендательный характер. А кто действительно может понести наказание и быть оштрафованным, так это объекты торговли, общественного питания и предприятия. Подробнее об этом рассказал главный санитарный врач области Сергей Белый. За декабрь истекший период января специалистами проверено более 4,5 тысяч объектов, на которых выявлены разные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Если взять по группам объекты, на которых наиболее выявляются нарушения, это объекты торговли, объекты общественного питания и промышленные предприятия. Основные нарушения, которые больше всего мы фиксируем, это непроведение утреннего фильтра, то есть это банальное измерение температуры работников по утрам, это отсутствие контроля со стороны руководителя предприятия по поводу соблюдения масочного режима работниками предприятия. На объектах торговли и общественного питания очень часто выявляется такое нарушение, как несоблюдение мер социального дистанцирования, то есть это отсутствие каких-то информационных табличек, разметки на полу вы часто можете видеть возле прикасовых зонах. И специалисты госаназора вследствие выявления этих нарушений сразу меры административного воздействия, конечно, не применяют. В адрес субъекта направляются рекомендации либо предписания по устранению выявленных нарушений. За этот период направлено более 1100 рекомендаций и предписаний. И меры административного воздействия применяются только в случае повторного выявления аналогичных нарушений. Всего за декабрь и январь привлечено к административной ответственности 91 должностное лицо. Какие бы противоэпидемические меры не принимало государство, всегда нужно помнить, что только мы сами в первую очередь несем ответственность за свое собственное здоровье. Владислава Васильева, Сергей Лукашук. Новости недели.